Да, мы поставили себе высокую планку, очень такой жесткий тайминг, который мы пока на несколько минут не выдерживаем, но вот сейчас попробуем это все нагнать. Здорово, что у нас есть прекрасные специалисты по кибербезопасности, и вот Александр Сушко, который все еще представляет такой уже, я просто вспоминаю прошлый Privacy Day, когда это было новостью, а сейчас это просто уже обыденность. Александр Сушко, группа IB, поговорит с нами, собственно, о тех киберрисках, которые волнуют именно пользователей, о том, как же, в общем, что можно делать и что нельзя делать для того, чтобы не попасть в очень неприятную ситуацию, например, уголовное преследование. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Презентацию, если можем увидеть. Кликнуть немножко, да? Да, есть. На самом деле, как не попасть под уголовку, это такое, конечно, громкое название, действительно может быть просто хайповое для того, чтобы привлечь в аудиторию, но я думаю, что, наверное, самое главное это то, что не попасть под уголовку, не совершать никаких плохих действий. Это банально, да? Но я об этом обязан сказать, потому что прописные истины, но лучше их еще раз повторить. Дело в том, что мы живем в цифровую эпоху, все это уже понимают, и мы без этого никуда, мы никто не сдадим свои телефоны, мы не сможем не проверить свою почту, не посмотреть в соцсети в течение дня. Если мы этого не сделаем, то мы будем чувствовать себя некомфортно. Ну, кроме тех случаев, когда человеку, например, плохо, либо он в отпуске, то есть сознательно от этого отказался. Поэтому ключевый момент, что если бы мы знали, что в сети за нами следит большой брат, это в других аудиториях говорили, но на самом деле следит судья Дредд. То есть если фильм этот кто-то смотрел и кто-то помнит, кто смотрел, покажите. Ну, половина аудитории хорошо, те, кто не смотрел, посмотрите, потому что фильм очень интересный с точки зрения того, что приговор выносится буквально в течение нескольких секунд. То есть вот этот искусственный интеллект, о котором мы говорим, что он будет приводить действия какие-то там определенные алгоритмы, вот в этом фильме он уже реализован. То есть если ты нарушаешь закон, поднял просто пистолет, даже не пистолет, а просто в мозгу появилась такая ситуация, что ты хочешь поднять пистолет, судья Дредд приводит приговор в исполнение. Судья Дредд это одновременно и полицейский, и прокурор, и судья. Поэтому если бы это было, то мне кажется, что злоумышленников бы не было. И тогда не нужно было попадать под уголовку, потому что фактически уже бы тебя из общества каким-то образом исключили. Так и говорят, когда сейчас, что в интернет будут пускать там по паспорта, либо еще что-то. То есть это как некие отголоски этой вещи. Ну и на самом деле, Федор Михайлович, это классика, которую тоже нужно перечитывать, для того, чтобы понимать, что если ты не хочешь, чтобы было наказание, соответственно, не совершай преступления. Но это мы говорим о глубинных вещах. На самом деле, для того, чтобы понять, собственно говоря, за что ты можешь попасть под уголовку, вот у нас статистика. Потому что статистика, она говорит о том, что видите, как столбец последнего года, 2019-го, стрельнул вверх. Больше 10 тысяч преступлений. То есть, когда я еще служил в правоохранительных органах, это было вот там 2 400, 3 тысячи. Сейчас такой рост. Почему такой рост? Первый момент – это то, что, конечно, технологии проникают в нашу жизнь. И возникает вопрос в том, что больше мишеней. Но это первый момент. Второй вопрос – это то, что профилактика недостаточная. То есть мы поговорим сегодня о профилактике. И вот это количество преступлений, опять-таки, если говорить о 10 тысячах, поднимите руку, кто скажет, сколько у нас год совершается преступлений. Да, в Беларуси. Общая уголовная преступность. Уголовные, просто уголовные. 100 тысяч. Да, то есть в прошлом году было 92. Ну, примерно. Статистика будет позже немножко опубликована. То есть вы видите, что это уже больше 10%. Если раньше это был 1%, вот в 2013 году, то сейчас это 10% составляющая. Теперь вопрос, что с этим делать? Вот в том числе коллеги из Следственного комитета бывшего, они как раз-таки объявили этот год борьбы с киберпреступностью. То есть вот все силы правоохранителей будут задействованы на то, чтобы это количество преступлений, наверное, уменьшалось. То есть или, по крайней мере, раскрывалось, люди привлекались к ответственности, и тогда как бы будет меньше преступлений, потому что злоумышленники будут наказаны и привлечены к ответственности. Поэтому это, конечно, громкое заявление. Посмотрим, каким образом оно будет реализовано. На самом деле, понятно, что с этой нечистью надо бороться. И здесь вопрос в том, ключевой момент, что мы говорим, как не попасть под уголовку, а с другой стороны, нужно думать, как не стать жертвой преступлений. Потому что вот эти 10,5 тысяч, это на самом деле, я четко уже скажу про работу в 2 года в индустрии, в бизнесе. Я вижу и понимаю, что это действительно айсберг. И на самом деле это не в 10 раз нужно умножать, а в сотни раз умножать количество преступлений. И теперь вопрос, если правоохранители собираются бороться, вот год объявляют борьбы с киберпреступностью, то знают ли они, что стоит внизу этой киберпреступности, знают ли они, как этому противодействовать? У меня есть вопросы. В конечном итоге, конечно, нужно всем разговаривать и понимать, если знают, хорошо. Если не знают, то на самом деле вот то, что под этим айсбергом, это на самом деле высокая латентность. Многие пользователи даже не знают, что они атакованы. Они знают, что их реквизиты находятся у злоумышленников в руках. Они знают только одно. Вот из того количества 10 тысяч преступлений, это примерно 75% это хищение. Когда у вас деньги пропали с карты, все видят, все знают, все понимают. А когда у тебя credentials уходят, это другой момент, и они не знают, пользователи, что их данными могут в этот момент воспользоваться. Выйти, посмотреть какую-то информацию вместо них и потом эту информацию, например, использовать для вымогательства. Это опять-таки, как я и говорил, это атаки. То есть на самом деле есть же системы, в том числе в бизнесе, в том числе в банковском сообществе, которые позволяют эти атаки отражать. Но неуспешная атака, это тоже атака, это тоже преступление. Если она не доводится до конца, не финализируется, не осуществляется расследование техническое, то эти атаки будут продолжаться до тех пор, пока мишень не будет пробита. То есть это очевидные вещи, поэтому это тоже нужно понимать и видеть. Опять-таки деловая репутация, когда бизнес понимает, что если он опубликует эти данные, то тогда будут большие потери. В Беларуси это так, в мире это по-другому. Если наоборот бизнес не сообщил об этой утечке, вот тот же GDPR предполагает санкции штрафные за то, что ты не сообщаешь. Кроме того, если ты не сообщил об утечке, твои акции на бирже могут очень резко обвалиться. У нас пока этого нет. То есть мы находимся в самом начале пути. Но это нужно уже знать сейчас, в том числе бизнесу, для того, чтобы понимать, как действовать дальше. Это в том числе особенности учета. То есть на самом деле в одном деле может быть тысяча эпизодов. И никто об этом не знает, потому что в статистике это вот одно из десяти тысяч преступлений. Но об этом нужно знать и об этом тоже нужно рассказывать, потому что на самом деле не важно, какая статистика, а важно, что ты понимаешь проблему и понимаешь, как ее лечить. Это в том числе отсутствие наработанной практики. Я об этом дальше скажу. То есть это когда неизвестно, каким образом квалифицировать действия. Преступление это, административное правонарушение. И кто-то является по сути последним принимающим лицом. Кто? Мы дальше посмотрим. Собственно говоря, опять киберпреступление. У нас в законодательстве нет понятия киберпреступления. Просто нет и оно отсутствует. Что под этим можно понимать? Это, собственно говоря, преступление против информационной безопасности. Это глава 31. Это несанкционированный доступ, неправомерное завладение информацией. Как я сказал, это 25% от общего количества преступлений. Дальше это, собственно говоря, преступление и хищение. Там, где деньги пропадают. Это 75% преступлений. И преступления, совершенные с использованием техники компьютерной, либо технологий. Какие? Дальше я покажу. То есть, ну вот смотрите, я просто буду приводить примеры, для того, чтобы можно было понимать. Пример из нашей белорусской действительности, реалии. Студент случайно, по ошибке, умышленно, это еще предстоит установить следствию. Мы же не знаем, человек может врать. Он может не говорить истинной причины и мотивов. Но он страничку удалил ВКонтакте знакомым. Кажется, что здесь. Вот давайте поднимем руки. Какое наказание ему нужно вынести? Расстрелять? Видите, все говорят, я расстрел хотел, но у нас же как бы применяется. Почему? Может быть за... Видите, все против. Тогда вот сами подсказали штраф. Но возникает вопрос, что там, вот видите, вот здесь вот написано. До двух лет лишения свободы. То есть человек за такое действие может попасть в тюрьму на два года. Никому не желаю там очутиться, но на самом деле мне кажется, что этот молодой человек за два года там научится только плохому. Вряд ли хорошему. Поэтому я тоже могу в данном случае согласиться с вами и сказать, что это должен быть штраф. Но ключевой момент, кто выносит это решение? Судья имеет право вынести два года лишения свободы? Нарушит он закон? Теперь вопрос, прежде чем состоится суд, человек может быть помещен под стражу и находиться под стражей там два месяца? А суд его берет, выносит, домашний арест может быть, но суд выносит решение после этих двух месяцев нахождения. Опять-таки он может его на свободу отпустить, может дать два года. То есть понимаем, что вариативность очень большая. Как здесь действовать? Вот опять-таки информация. Вирусные атаки на юридические лица, которые у нас в Беларуси. Когда, например, останавливается и парализовывается работа всего предприятия. 1С зашифровали, и отгрузки нельзя производить. Давайте сравним. Вот удалили страничку, ничего в принципе не поменялось, и остановилась деятельность предприятия, например, крупного ритейла. И мы потом не можем ни заказать товар, ни получить товар, ни отгрузку получить. И страдает не один человек, а страдает, например, 10 тысяч человек. Здесь какое наказание? Как вы думаете? Как тоже? Статья та же. Как масштабы разные? А как оценить масштабы в сроках наказания? Да, да, да. Но мы же помните, мы сейчас пока рассуждаем только преступление противношенной безопасности, не хищение. Хищение можем особо крупный. А как оценить информацию? Насколько она существенна? Кто будет оценивать? Правильно. Рассказываю. Останавливается криптобиржа и останавливается Евроторг. Как вы думаете, судья оценит последствия в одном и во втором случае? А теперь вопрос. Как это облечь в ту первую форму, которую я говорил, судья Дредд, чтобы судья не ошибался? Ему нужно эти данные туда как-то скармливать, учить его, обучать эту систему. Как это делать? Я расскажу немножко позже, как это делать. Дальше мы опять пробежимся по хищениям. Вот здесь уже говорили пример. Юристы, они всегда любят точность. И вот здесь формы совершения преступления описаны, как это в криминалистике определяется. Это просто для того, чтобы у нас... Кто юристы? Поднимите руку. А кто технические специальности имеет? 50 на 50. Я люблю такое. Я 15 лет пытаюсь вместе поженить юристов и технарей, потому что тогда у нас будет светлое будущее. Если мы друг друга понимать не будем, значит будет плохо. Я сам юрист по образованию, но как раз-таки 15 лет расследовал киберпреступления и как раз вот этим занимался, в том числе по всему миру. Так вот эти формы... Вот смотрите. Утеряна либо украденная карточка, либо поддельная. Есть между ними разница? Какая? Нет, карточка не является документом. Срок не под... Не юрист. Поэтому это и самая главная ошибка. И теперь вопрос, как технарей обучить юридической терминологии, как понять за что срок, каким образом реагировать сообщество, когда такие новости появляются. А новости, к примеру, вот такие. Две новости. Одна новость, то что за полтора, за два дня 150 пострадавших, за две недели 400, когда вишенговая волна у нас была в ноябре, когда люди отдавали свои креденши, совершали схищение. То есть представляете, работает организованная группа, которая целенаправленно похищает у множества людей. Хорошо еще службы безопасности банков срабатывали, и это не 4000, а 400 всего лишь получилось. А теперь видите, справа это у нас внук украл у дедушки 7000 с карточки. Так вот вопрос в том, что вот поддельная, это вот первый вариант, это наиболее сложный, наиболее серьезный, и за это должно быть наказание. А вот что касается внука, который у дедушки, ну конечно дедушка может попросить и расстрелять, это тоже его право. Но мы, как члены общества, должны понимать, что все-таки соразмерность наказания должна быть действию. Это мы понимаем. Теперь вопрос, как разграничить по статье 211, о которой мы говорили, ну кроме суммы, особо крупной и прочей, здесь уже суммы появляются. Какое наказание определить внуку и какое наказание определить вот этим людям, которые атаковали тысячи человек? Декриминализация. Всего. А чего? То есть что, мы внука освободим? Вот это факты, которые еще нужно выяснять. Нет, если дело возбудили, уже субъект, это точно. Дело не имеют права возбудить, если не субъект. А знаете почему? Что юристы долго учатся, прежде чем возбуждают уголовные дела. Если они возбудят без надлежащих для того оснований, потом по ним возбудят уголовное дело, и они этого не хотят, как правило. Да. Ну, будет юристом в общем, да, но в прошлом. Поэтому смотрите, вот эта история тоже, которая всколыхнула наше белорусское сообщество, порнография, Рамштайн. Мальчик разместил информацию в интернете, да, а потом Рамштайн хотел штрафы закрыть, которые ему вынесли в результате. Давайте поднимем руки, кто за порнографию в интернете? В основном мужчины, это понятно, девушек немного, но в целом тоже, да, гендерное равенство. Хороший момент. Хотя, хотя это вопрос должен задавать юрист. Детская порнография, взрослая порнография. Вы, наверное, мою презентацию смотрели, нет? Вот, соответственно, дальше у нас есть вот парень, мужчина, 40 лет, он снимал свою дочь, девочек, маленьких, детская порнография, выкладывал в интернете. Поднимите, кто за это руку? Тишина, видите? То есть мы четко в зале уже понимаем, что этого делать нельзя. А где давайте проведем вот эту грань, где является наказание достаточным, важным, а где оно таким не является? Ну вот с детской порнографией мы это уже увидели. И на самом деле, знаете, какие истории были у меня, когда я расследовал факты детской порнографии? Я распечатывал картинки и клал их в дело. А знаете почему? Да, и особенно, знаете, когда визуализация идет, он уже решение выносит. Мне жалко даже тех людей, реально, там некоторые из них нормальные были ребята, но отклонения немножко, может быть, психические пошли. И вот они начинали с обычной порнографии, я бы сказал, с эротики, потом потяжелее, 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 они останавливались, границ уже не имели. То есть, ну это как наркотики, как алкоголь. Помните Достоевского, да? То есть, вот опять те же вещи мораль внутри себя. Если ее нету, ну границ нету, берегов нету и дальше пошел. И вот получается здесь та же самая ситуация. Можно, конечно, это все сделать административной ответственностью. В Чехии, например, это вообще узаконено преподавательская деятельность, кроме зверей, животных и прочих, да? Ну детей, да, то же самое. Где грань? Кто определит? На сегодняшний день, если мы вместе не будем участвовать в этом процессе, будет определять вместо нас кто-то другой. Кто другой, я дальше покажу. Может быть, вот этот, да? То есть, вот помните, третья категория преступлений, это какие у нас те, которые с использованием техники совершаются. Помните то, что было несколько лет назад, когда у нас гибла молодежь от такого вида наркотиков. Что у нас произошло? Кто помнит? Супер. Что произошло дальше? Что произошло дальше? 328 движения. Давайте потом будем защищать наших детей, потому что они делают. Так а что происходит? Почему меры профилактики не появляются раньше, нежели чем садят детей? Почему так происходит? Потому что общество в этом участвует только тогда, когда уже пошли проблемы по детям. И тогда уже давайте ловить организаторов, давайте что-то делать серьезное. Но вопрос в том, что если вы видели вот тот айсберг, о котором я говорил вначале, наверное, бы изначально придумывали борьбу с организаторами, а не с теми ребятами, которые закладки делают. Если мы все в этом участвовать не будем, то регулировать нас будут другие. Я об этом еще дальше скажу. И теперь вопрос по тем же наркотикам. Вот Нед Кабай, наши коллеги здесь находятся. Вот они могут сказать, что вот взяли интервью Следственного комитета и дают профилактику. Участвуют и доносят до населения и до детей, что на самом деле это не конфетки, это не игрушки, это не закладки, это реально тюрьма. И когда об этом будут говорить из каждого окна, из каждого телевизора, то тогда дети наши поймут, что это не игра. А на самом деле некоторые дети, с ними пообщавшись, 14-15 лет, они действительно не до конца осознают все эти риски, которые есть. И движение 328, оно имеет под собой смысл, потому что на самом деле необходимо сначала научить донести. Хотя тоже там же с обратной стороны правоохранители говорят, а что же вы своих детей не учили? А правоохранители всегда дома находятся? Смотри, пункт 1, судья Дред, если все знали, что все контролируется в сети и в интернете, то тогда бы наказание было неизбежным. Я просто к чему? Я... Спасибо. Вот. Это надо было время не затягивать. У нас дискуссия только начинается. Хорошо. Мы это экстремиста вообще пропустим, потому что это вообще отдельная тема. То есть на самом деле очень тоже важная и очень страшная, потому что на самом деле хорошо, что у нас не джихад и не Ближний Восток. Там эта тема очень серьезная. Я сталкивался просто в том числе с ребятами из даже Азии ближней. Поэтому в чем проблемы, собственно говоря? То, что цифровая экономика, она на сегодняшний день непонятно, как ее строить, как ее развивать в примере конкретного государства, в конкретном предприятии. А безопасности там нет. Могу вам сразу сказать. Нет. Ни смарт-сити нет безопасности, ни в новпостроенных системах. Нет ее. Если кто-то хочет со мной поспорить, даже не подискутировать, я ему это докажу. Это в том числе то, что киберпреступность сейчас по всему миру и рост ее везде. Это не только Беларусь. То есть мы видим там двукратный рост, но на самом деле ее гораздо больше рост. В том числе необходимо защищать, вот видели блэкаут Венесуэла. Помните? Кто-то руку поднимите. Помните? Знает ли кто-то атака на Венесуэлу, оставила ли какие-то следы либо артефакты этой атаки? Чем атаковали? Кто знает? И вот так вот все эксперты говорят по всему миру. Так хорошо сработали, что ни одного артефакта. Все исследователи, кто исследует преступность, ничего не обнаружили. А знаете, что это значит? В любой стране мира это может повториться с точностью до ура. И это кибероружие, но про кибероружие позже. Не будем, времени нет. У нас организаторы четко ставят регламент, в кулуарах можем поговорить. Опять-таки проблема почему? Нет единого нормативного документа. То есть моя мечта это, чтобы все страны подписали Будапештскую конвенцию. В ней это все прописано и парусуальные стороны, и уголовно-правовые, и кто юрист, тот поймет. Нужно работать по документу. Если документа нет, то тогда будет работа у каждого своя. Частного государственного партнерства в принципе нет. Отсутствует понимание взаимодействия бизнеса, государства и общества. Компании наши сами не ставят, например, спам-фильтры, трафик, вредоносы, которые гуляют по сети. Поставили бы, до пользователей меньше доходило, не являлись бы тогда ни жертвой, ни иногда правонарушителем, потому что правонарушитель думает, я сейчас тут всю сеть провайдера положу, я же могу это сделать, я хочу, а знал бы, что есть безопасность, не пошел бы это делать. Соответственно, вот то, что я вам говорил, если мы сами себя слабо регулируем и бизнес, и сообщество, то тогда появляется сильная регуляция государства. Пример там следственного комитета я привел относительно года киберпреступности. Группы реагирования, ну вот это же сказал, в провайдерах, в организациях их просто нет, для того, чтобы пресекать эти факты и эти действия. Что делает государство? Концепция информационной безопасности принята, меры прописаны, скоро, я думаю, за неисполнение этой концепции. Ну я так ванговать не буду, но я так прогнозирую, потому что подпись серьезная. Соответственно, Верховный суд, Президиум Верховного суда 4 января уже рассмотрел и принял постановление о практике рассмотрения таких дел. Я всю жизнь ратовал последние 10 лет за то, что был пленум. Пленум это уже более расширенное заседание Верховного суда, в котором имеется прописанное, имеющие обязательную силу для судей при принятии решения. Это просто начало. Но регулятор уже у нас видите. Один я озвучил, Верховный суд, второй регулятор. Правда, здесь есть положительные моменты. Вот они тоже отмечают. Это речь зампреда Верховного суда. В принципе, я не знаю, кто у кого списывал в своей презентации. Но судя по всему, что это другие виды преступлений, я не буду приводить, в том числе, нарушения авторских прав, наркотические средства. Все сейчас через интернет. NGINX приводить пример не будем, но на самом деле вот это те же самые вещи. Проблема терминологии, сказал Верховный суд. Никто не понимает вообще, что это. Ну, то есть сначала нужно выучить, что такое пиадрес, ну, для начала, потом уже понимать про терминологию. Признали развитие специализации суд по данной категории, повышение технических знаний, совершенствование законодательства. Вот это те вещи, о которых мы говорим. Хорошо признают и хорошо есть. И нельзя отождествлять на несанкционированный доступ к сети физического лица и несанкционированный доступ к интернет-банкингу, например. То есть другая, вот мы видите, мы все об одном и том же, только хотелось бы, чтобы это было нормативно прописано и тогда все будем говорить об одном. Излишней криминализации быть не должно. Здесь есть еще одна опасность. Действительно можно все разрешить, действительно все можно сделать классно и хорошо, снизить количество с 10 тысяч до 5, но на самом деле мы не будем понимать тот айсберг, о котором я говорил. Нужно ли это? Нужно. Давайте все вместе в этом участвовать. Национальный банк разработал свою стратегию. Я как координатор кибербезопасности между бизнесом и Национальным банком подтверждаю, эта концепция уже принята и к исполнению будет существовать. Какие предложения, для того, чтобы у нас грустно не было? Вот я уже говорил, NetKabai, вовлечение СМИ, профилактика правонарушений. Из каждого утюга должно звучать, что такое интернет, какие там есть риски, какие есть опасности. Мы взрослые люди это понимаем, например, дети это вообще не понимают. NetKabai одна у нас занимается безопасностью детей. Это плохо. Должны заниматься большее количество людей, в том числе, вот, например, Минобразование. Вот где оно? Есть с вами? Нету? А чего? Ну, странно, было бы лучше Минобразование, что было. Ну, тоже как вариант. Видите, там уже сколько органов участвует и куда придем. Постановление Пленума суда. Опять-таки, 349-е уголовное и 22-6 административное. В моей практике за 15 лет я всегда старался так, чтобы, если это один доступ, чтобы это всегда была административная ответственность. Если уже это 17 доступов, ну, есть вопрос, зачем ты это делал 17 раз на протяжении 3 лет? Ну, не к одной страничке, а к разным. Ну, то есть, образно говоря, активность. Но, опять-таки, это мое мнение, исходя из опыта. Правильно ли оно или нет, смотри пункт Пленум и тогда в Пленуме пропишут сколько, как, где, когда подробно расстрелять. Ну, к примеру, да. А реализация концепции информационной безопасности видели, да? То есть, нужно проводить мероприятие для того, чтобы понимать, каким образом противостоять этому и там, в том числе, обучение есть и прочие моменты. Собственно говоря, ответственные лица должны быть и органы, да? И это как раз-таки очень коррелирует с законом оперсданных. Если этого органа у нас не появится, либо он будет неразумный, то тогда, получается, нет смысла вообще в законе оперсданных, потому что УК у нас есть, административка есть, десятки тысяч преступлений, все равно не знаем, как и что делать дальше. Куда идти? С кем идти? Декриминализация с уставлением административной приюдиции. В зале говорили, да. Но нужно четко видеть и понимать, за что, как, чтобы потом не получилось у нас вала административных правонарушений, потому что тут получится, пока ты его не привлечешь к ответственности, а по административке не всегда возможно установить, потому что нет таких инструментов для установления лица. Там другие моменты есть. То тогда получается, что ты его не привлек к административной, соответственно, к уголовке ты его не привлечешь никогда. Он может эти вещи делать и делать и делать. Но это надо думать и это должны вот как раз пленум юристы все рассуждать. Цифровая гигиена, дети, школа, мы все, специалисты по информационной безопасности должны знать, как это должны делать. Практикующие юристы, здесь в том числе адвокаты, в том числе прокуроры, в том числе судьи, в том числе следователи. Все. Чем больше будет людей, кто будет заниматься этой проблематикой, тем больше шансов, что мы выведем правильное решение. На самом деле правильное решение, оно очень сложное и однозначно принять не может. Обучение уже говорил. Ну, киберцентр это та отдаленная перспектива, которая как раз объединит всех этих людей в одном месте. Эта экспертиза будет распространяться в целом по стране для того, чтобы все-таки вот законы, которые у нас меняются, не вчера должны быть согласованы к изменению, а все-таки планомерно это делалось на протяжении нескольких лет, а не за один день принятия было. Ну и на самом деле вот то, что мы вместе это сможем, в этом я уверен, потому что ни одна организация, ни одно государство, ни одна общественная организация, ни один человек сам этого не осилит. Потому что даже те же злоумышленники, преступники, они тоже объединяются в консорцию, мы сидят там на закрытых форумах и сайтах и в конечном итоге только тогда и достигают своего успеха, потому что они делают это вместе. Я желаю нам не быть преступниками, но кооперироваться и тогда все будет хорошо. Готов ответить на любые вопросы. Я прошу прощения, не хочу выводить дискуссию в другую сторону по поводу своего вопроса, но раз уж Александр проговорился. Немножко университетский вопрос. Не является ли, исходя из дефиниции Уголовного кодекса, распечатка следователем во время уголовного дела передачи, потом его в прокуратуру и суд, распространением порнографии? Дело в том, что материалы дела имеют ограниченный доступ и соответственно здесь риск, конечно, есть быть привлеченным, потому что другой следователь может сказать, что это было распространение. Но в целом это как раз таки было понимание со стороны всех, что не байты какие-то распространяются, не нолики, единички, а конкретные изображения, которые страшны для всех. И соответственно понятно, что в судебном заседании это уже не демонстрировалось, это просто оглашалось как листы материала уголовного дела и тем самым это видел только следователь, прокурор и судья. То есть с делом, но адвокат тоже допущен, он имеет право с этим знакомиться. Да. Соответственно, вы же понимаете, что в любом уголовном деле есть всегда запрещенные материалы и те же там наркотики к делу приобщаются, ну как вещдок, а потом сдаются на хранение. Так тогда вообще как бы, если мы перейдем к электронному уголовному делу, там будет попроще. Ну там каждый может получить доступ и увидеть к этим материалам. Речь о визуализации. Я понимаю. Да, да, да. Ну нагнетение страхов, наверное, так. И это была, наверное, там просто маленькая ремарка, чтобы было понятно, через что нужно пройти, для того, чтобы была вот эта тонкая грань между мерой. Да, абсолютно. Абсолютно. А вопрос вот какой, на самом деле. Это была университетская, университетская прелюдия. Что касается регулятора, вообще какая сейчас ситуация и насколько мы понимаем, законопроект уже там в третьем чтении, да, у нас предусматривается там во втором. Регулятор определит глава государства. Ну то есть до сих пор этот вопрос, вопрос. Я вам привел пример, кто борется с киберпреступностью даже, да, то есть мы видим Верховный суд, прокуратура, следствие. Ну главным регулятором вы назвали другого человека. Ну да. Хорошо, то есть пока вопрос остался открытым. Да. Сюда. Там несут уже. Можем вместе стать рядом. Такой вопрос, Леонид. Скажите, пожалуйста, все же начинается с доноса. Вот дедушка снял, приучил внука снимать с карты, научил. Ну потом на него донес, потом оказалось, что это свой внук, он может остановить. Студент дал другому студенту свою пароль, тот, кто удалил, это самое, опять нет стопа. И еще, а что, за нарушение концепции могут быть наказания? На первые два вопроса. На самом деле, моральный стоп внутри каждого человека, и здесь неважно, у кого ты совершаешь хищение, у дедушки, у бабушки или у незнакомого человека. Если человек на это идет, то значит, он идет на это умышленно. если дедушка подавая заявление, не знает о том, что это внук, к примеру, то потом дело могут прекратить. Так многие правоохранители делают, то есть выяснили все обстоятельства. Дедушка, деньги пропали, подал заявление, возбудили дело, потом установили, что внук. Дело может быть прекращено при наличии определенных оснований. То есть никто там, не всегда являются жестокими и привлекают к ответственности. По концепции наказание быть не может, но в рамках концепции уже издаются постановления, указы, согласно которым, например, регламентируется деятельность критички важных объектов информатизации. То есть сначала концепция определяет, что все должно быть хорошо на этих важных объектах. Дальше есть указ через полгода о том, что на этих важных объектах должны соблюдаться требования. После этого вносятся изменения в уголовный кодекс, что за нарушение на объектах КВОИ уголовная ответственность не 3 года, а 10 лет. То есть это по времени разнесено, но это будет. Но по самой концепции наказывать нельзя, конечно нет. Если можно вопрос про такой тип гиберпреступлений, про который, мне кажется, сегодня не упоминалось. Это так называемые услуги пробивки. То есть все формы, на которых предоставляются услуги по пробивке по таможенным базам государственными, по, я не знаю, там МВД, ГИБДД и так далее. То есть если мы говорим о том, что родители должны проводить профилактические беседы с детьми, то как бы, ну, сотрудники госорганов тоже должны быть осознанны, что тот факт, что в службе безопасности коммерческих структур нанимают людей с опытом работы в органах, именно потому, что они имеют доступ к своим коллегам бывшим и могут проводить какие-то нелегальные операции по выгрузке информации. Все эти истории, когда мы слышим о двойных машинах с двойными винами, которые как будто бы перетекают из российских баз данных, а как будто бы машины на самом деле в Беларуси, все это потому, что есть этот целый рынок, он не регулируется, там практически нет дел, потому что, ну, одно из тысяч дел на самом деле возбуждается по таким делам, никто об этом не знает, и есть ли вообще, ну, надежда на то, что это будет как-то решаться, потому что госорганы, они тоже как бы общество, тоже этим самым пороком подвержены. Вопрос хороший, я же сказал, организаторы не дали большего количества времени, на самом деле, да, такие преступления есть, они выявляются в том числе в Беларуси, в том числе должностные лица госорганов привлекаются к уголовной ответственности за доступ несанкционированных к базам данных. Такие дела, они просто, скорее всего, не всегда в открытый доступ попадают, ну, я имею в виду, там, тут баю, это может быть неинтересно, он его не публикует, проще вот внука с дедушкой, но на самом деле эти данные есть, таких дел в год в Беларуси, там, ну, не больше сотни, это точно. За доступ к базам данных, именно, и поэтому получается здесь ситуация в том, что привлекают, в том числе, и представители государственных органов. Понятно, что, например, там, на территории Российской Федерации таких кейсов гораздо больше, чем в Беларуси, потому что у нас система контроля по доступу к базам, она, ну, скажем так, наверное, больше имеет единый центр какой-то, да, потому что там у них базы все разрознены, и у них больше этих всех кейсов. Но у нас есть проблема в том, что у нас нету закона о персданных, а в России он есть, и поэтому там таких дел реально в год тысячи. И поэтому эта проблема здесь, я ее просто не обозначал, я показал просто один пример вот ВКонтакте. На самом деле, такие дела тоже есть, это несанкционированный доступ, компьютер информации, там тоже вот до двух лет лишения свободы. Если там уже есть какие-то деньги, коррупция, взятки, должностные преступления, то тогда еще лиц и за это судят. Ну, иногда просто кто-то по дружбе посмотрел, а иногда за деньги смотрит. Такое тоже есть. То есть шанс, что проблема будет решена, есть. А проблема есть, вернее шансы есть, и проблема есть, и будет решена. Закон о персданных нужен, и орган нужен, который будет приходить и проверять, кто, куда получает доступ. Отлично. Александр, спасибо огромное за выступление. Самое время. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...